Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о личном страховании граждан, которые берут кредит. И поводом для сегодняшнего разговора стал новый обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2019 года, в которой как раз рассмотрены вопросы личного страхования граждан, когда они берут кредит в банке или ином кредитном учреждении. В обзоре рассмотрены конкретные гражданские дела, из которых вытекают позиции Верховного Суда, которые можно вполне использовать в судебной практике по сходным делам. И сегодня у нас ролик обзорный, мы поговорим о тех выводах, которые можно сделать из этого обзора, и которые можно будет уже на практике применять. И конечно же более детально мы поговорим в следующих роликах о конкретных делах по личному страхованию граждан при кредитовании в банковских учреждениях. Итак, каким выводом пришел Верховный Суд? Вывод первый. Заемщик, как потребитель, вправе требовать компенсацию морального вреда и штраф, если у него необоснованно списали деньги за присоединение к программе страхования. Таким образом, сделан однозначный вывод Верховным Судом, что при таких обстоятельствах возможно требовать не только компенсацию фактически понесенных лицом, которая брала кредит, убытков в виде страховой премии и так далее. Но также возможно истребовать и моральный ущерб, и штрафные санкции. Очень интересная позиция. Следующая позиция, высказанная Верховным Судом. Страховщик становится обязанным лицом по кредиту, если наступил страховой случай. О чем идет речь? О том, что страховая компания, которая приняла на себя обязательства страховщика по конкретному договору, в случае наступления страхового случая в отношении лица, взявшего кредит, становится обязанным лицом. То есть она обязана не только возместить страховую часть застрахованному лицу, но и становится обязанным лицом по кредитным обязательствам. То есть обязана уплатить их в банковское учреждение. Следующая позиция, тоже очень интересная. Досрочное погашение кредита не всегда означает, что обязаны вернуть часть премии. Поскольку множество вопросов поступает о том, что вот я досрочно погасил кредитное обязательство, и теперь соответствующим образом хочу пропорционально неиспользованную часть страховой премии вернуть. Верховный суд сделал, что не при всех обстоятельствах это возможно. В дальнейшем мы рассмотрим, при каких обстоятельствах это исключено, и какова позиция Верховного суда мы детализируем. Следующий вывод, тоже очень интересный. Даже заемщики, которых подключают к программе страхования, вправе отказаться от кредита. То есть, если человек был уже подключен к программе страхования, но еще не получил кредит, он вправе воспользоваться своим неотъемлемым правом на отказ от кредита до момента его получения. И это право никак нельзя нивелировать даже тем, что к данному моменту человек уже был присоединен к программе страхования. Следующая позиция. Не нужно направлять претензию в банк и страхователю, чтобы поддать в суд. То есть, соблюдение претензионного порядка в данных делах не является обязательным. Интересная позиция, поскольку она очень часто звучит в судебных заседаниях по данного рода спорам, когда суд говорит о том, что не соблюден претензионный порядок, и это лишает стороны возможности обратиться в суд. Но здесь необходимо заметить, что с 1 июня уже действует институт финансового полномоченного, который в данный момент действует для ОСАГО. Ну а начиная с 2020-2021 года поэтапно и начиная со второго полгода 2019-го, он будет вводиться и по, кроме ОСАГО, по иным видам страхования, будет вводиться для микрофинансовых организаций и в дальнейшем, в том числе, и для банковских учреждений. А там введен механизм обязательного обращения к финансовому уполномоченному, как один из этапов обращения в суд. Поэтому, я думаю, эта позиция Верховного суда, она также будет несколько трансформироваться с учетом вступления в силу новых требований закона, в том числе, о финансовом уполномоченном. Ну, как говорится, поживем, увидим. Вот это те основные моменты, о которых сегодня хотелось бы поговорить. Если у вас имеются какие-то вопросы, пожалуйста, пишите на почту, адрес я указываю, звоните по телефону, пишите в комментарии к видео, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Самые интересные ситуации мы обсудим на канале. И, конечно же, сегодняшнее пожелание – удачи вам в кредитных делах. Счастливо!